Добрый день, милые дамы! И сегодня мы немного поговорим о пустых баночках. Начнем мы с самых моих любимых продуктов от компании Долива. Вот такие два крема, похожие по объему и несколько по составу, представлены компанией Долива, которые у меня уже закончились, но я их очень люблю. Это первый крем, который называется увлажняющий крем. Объем его 50 мл. Запах легкий, слегка косметический. И если кто-то из вас пользуется продукцией Долива, производства Германии, то вы, наверное, должны знать, что вся продукция построена на добавлении выжимок оливкового масла. То есть вся абсолютно линейка этих кремов, лосьонов, гелей для умывания, жидкого мыла. В общем, у них очень широкий спектр уходовой косметики, построен именно на оливковом масле. Что я могу сказать об этом креме, увлажняющий крем, то, что он увлажняет. Вот сейчас у нас опять-таки зима, и я в поиске абсолютно, чем увлажнить свою кожу. Потому что на улице мороз, а топят просто не по-детски. И кожа все время пересыхает. И приходится как-то искать для себя подходящую серию кремов. Я, конечно, экспериментирую, пробую то одно, то другое. Но вот этот крем всегда у меня есть в запасе. То есть, если заканчивается один, я приобретаю другой и абсолютно об этом не жалею. Следующий крем тоже из этой компании, от этой компании, Далиева немецкой. Крем, который называется крем для здорового сияния кожи. То есть, ну, в самом названии уже все сказано. Заключено. Вот банка пустая, как вы видите. Кожа моя благополучно сияла, надеюсь. Вот. Этот крем немножечко тяжелее, чем предыдущий крем, увлажняющий. Более плотнее, в смысле, по текстуре. Но, в общем-то, такой же. В общем, они где-то очень близки друг к другу. Вот. Кожа, допустим, если у кого-то более склонная к сухости или наоборот, более жирная кожа. Здесь, конечно, нужно уже более щепетильно подбирать. Но так как у меня кожа чувствительная, вот сейчас в период этап петильный она очень быстро высыхает. Но вот этот крем для здорового сияния кожи я бы рекомендовала не на зимний период, а на более такой летний, наверное, период, весенний, летний, когда можно спокойно, беспрепятственно выходить на улицу и не беспокоиться о том, что вам придется как-то на улице испытывать дискомфорт. То есть линейка вот этих кремов, как увлажняющий, так и для здорового сияния кожи, она, конечно же, не предназначена для зимы, для уличной зимы. Но для помещения, для нахождения в квартире, в любом другом помещении, в офисе эти кремы подходят. А вот сияние, конечно же, он более такой летний, потому что направлено на то, чтобы мы как бы сияли вне дома, а за его пределами. Значит, что еще хочу показать из этой продукции фирмы Долива. Вот такую замечательную сыворотку с витамином Е. Это сыворотка и вокруг глаз, и для лица. То есть она наносится, может использоваться как под глаза, может использоваться как и для всего лица. Она для начинающих, появляющихся мимических морщинок. Достаточно такая легкая, то есть она мне очень нравится. Не скажу, что она слишком борется с морщинками, но просто она комфортна для меня, и я с удовольствием наношу ее под глаза. Просто она в маленьком объеме представлена, всего 15 мл, поэтому приходится, конечно, когда я ее покупаю, я обычно покупаю несколько таких тюбиков, но они все равно молниеносно заканчиваются. Вот, ну, если у меня есть большой спектр кремов, конечно, я ее использую под глаза. Если крем заканчивается, я использую ее на все лицо. Тоже гораздо нежнее она по текстуре, не сравнить с кремом, конечно. Вот такая вот более легкая по запаху. В общем, нежная, тающая консистенция у нее. И вот витамин Е, который здесь добавлен, он, конечно, все равно борется с какими-то проблемами. И с этой сывороткой мне нравится и кожа вокруг глаз, и кожа на лице. Для меня она просто как уходовая, приятная, легкая по текстуре, ухаживающая, не оставляющая жирного блеска никакого, не скатывающаяся. В общем, очень приятный такой милый продукт. Следующий продукт, который я хочу представить, и который у меня закончился, и который я покупаю всегда, 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 это вот такое молочко для снятия макияжа с маслом зародышей пшеницы и ромашки. Ну, молочко от Green Mama. Ну, всем, наверное, известно эта фирма. Это российское производство. Здесь объем у нас 300 мл. То есть хватает его надолго. Поэтому смело можно пользоваться. Вот такая здесь помпа. Очень удобно. Наносится на ватный диск, и вы распределяете это молочко по лицу. Снимает великолепно, очищает от макияжа и с лица. Но вот для глаз я бы его не очень рекомендовала. Во всяком случае, после того, как им смываешь глаза, лично мне хочется глаза еще раз промыть водой. То есть это не совсем, наверное, подходящее для меня средство для снятия макияжа с глаз. Но для лица, шеи, декольте это прекрасное средство. Оно у меня всегда есть. Следующая пустая баночка, которую я хочу показать вам. Это вот такой маленький пробник. У меня их уже, наверное, три скопилось. Объем 15 мл. От Тальго. Это крем с силициумом. Такой возрастной крем. Легкий по текстуре. С богатейшим запахом. Потому что французская фирма Тальго, она, как вы знаете, базируется на морских водорослях. То есть вот эта программа, которую, может быть, многие из вас делали в салоне по обертыванию от Тальго. Просто шикарная программа. И на основе микронизированных водорослей. Там могут быть зеленые водоросли, красные водоросли. Крем, о котором я сейчас говорю, с силициумом. Он прекрасно, великолепно заполняет все шероховатости, неровности кожи, все мимические морщинки, насколько может. Он легок по текстуре. Но это не сыворотка. Это все равно крем. Но я буду еще продолжать покупать. В полном объеме он представлен в 50 мл. Такой красивой тоже баночки. То есть он напитывает кожу влагой. И кожа как бы начинает изнутри сразу сиять, светиться. Раскрывается очень хорошо. Ну, представьте, если вы, например, какой-нибудь там засохшее чуть-чуть яблоко опустили в воду, то оно, конечно же, начинает разбухать. Примерно такое действие оказывает этот крем. Но я сейчас, конечно, грубо это все сравнила. Но тем не менее. Это тоже, опять-таки, от фирмы Тайго. Такая замечательная термальная вода, которую мы наносим при помощи вот такого распылителя. Здесь еще немножко что-то осталось. Запах у нее, в отличие от термальной воды, представлены другими марками, которые мне попадались и присутствуют. То есть там была просто термальная вода. То есть она ничем не пахла. А здесь вот богатый такой запах Тайго, который я всегда сравниваю с каким-то богатым парфюмом. Ну, может быть, не столь стойким. Но если вы пользуетесь кремом от Тайго или же вот какими-то другими косметическими продуктами, то подумайте, прежде чем вы будете наносить духи или туалетную воду. Потому что этот продукт, точно так же, как и вот этот, достаточно богат на запах сам. Вот поэтому, если и можно его сочетать, то с чем-то очень близким и похожим по стилю. Еще один продукт, который мне очень нравится, и я наверняка его куплю еще раз. Это первый раз я его использую, такой продукт. Это вот такой замечательный гель для душа с экстрактом белого чая. От польских производителей. Фирма называется Organic. Объем 250 мл. Цена тоже относительно недорогая. Мне он очень понравился тем, что в нем содержатся вот такие маленькие крупинки, как вы видите, чайные. И запах, конечно же, стопроцентно совпадает с запахом чая. То есть органическая косметика, фито-косметика для меня всегда остается косметикой номер один. И я буду использовать ее в дальнейшем. Очень приятный на ощупь, очень бережно ухаживающий, слабо мылящийся. То есть мне это как раз больше нравится, когда гель для душа не очень пенящийся. И тем самым он не высушивает кожу, а больше так бережно, уходово очищает ее. Имеет такую текстуру легкую, ненавязчивую. И содержит в себе какие-то крупинки органического вещества. Вот как раз таки все это соединилось в этом геле для душа с экстрактами белого чая от польской компании Arcanic. И последнее, что я хочу представить вам, это мой любимый шампунь. Один из моих любимых шампуней Natur Vital с экстрактом Женшеня от испанской, производства Испании. Компания Natur Vital. Я покупаю либо в аптеке, либо в магазине ДНК, Дом натуральной косметики. Довольно, в всяком случае, вот этим своим открытием этого шампуня. Мне как раз таки нужно было увлажнение, максимальное увлажнение волос. Потому что волосы у меня очень сухие, особенно на концах. Богат тем, что он не только увлажняет, но еще и питает, заботится о волосах, не делая их жирными у корней вскоре, не делая их, не пересушивая. Вот такая богатая формула вот этого шампуня мне, во всяком случае, подошла. Поэтому он у меня не переходит. Вот такие небольшие знакомства с теми продуктами, которыми я люблю пользоваться и которые у меня закончились. Вот, и которые мне в скором времени нужно будет снова покупать. Сегодня представлены вашему вниманию. Поэтому, если вдруг какие-то возникли вопросы или пожелания, или, может быть, советы, добро пожаловать. Все комментарии я не оставлю без внимания. На все вопросы я отвечу. И если кого-то что-то заинтересует, я укажу, конечно же, внизу под видео все названия и ссылки, где это можно приобрести, всех косметических продуктов, о которых я сегодня рассказывала. Вот. И мне было очень приятно с вами общаться. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!